Самое важное понимать, что жадность часто, она маскирует в себе, конечно же, страхи. И пока я сейчас вам буду раскрывать эту тему, конечно же, попутно себя фиксируйте. То есть не смотрите на то, что пишут другие трейдеры в чат. Потому что в трейдинге всегда важна индивидуальность, потому что именно там ваш грааль, который вы так мастерно где-то ищите. Поверьте, когда вы выбираете свои психологические, скажем так, моменты, которые вас могут тормозить, и потом это соединяете в симбиозе своей торговой системы со своими знаниями, тогда вы можете перевести трейдинг, торговлю на какой-то более комфортный и новый уровень. Потому что вы, я думаю, сталкиваетесь, что всё-таки психология вами очень хорошо рулит. И сколько бы у вас ни было знаний и опыта, всё равно психологический фактор срабатывает, особенно в момент стресса, особенно когда что-то вам неподконтрольно выбивает почву из равновесия. Конечно, вот тогда уходит как раз в ваши бессознательные страхи. Дело в том, что когда мы говорим про тему страхов, сейчас просто я вас немножко подведу, и я вам в конце дам тоже наводящие вопросы, они вам помогут провести тоже некую свою ревизию, чтобы вы тоже могли сделать такую небольшую самодиагностику. И я думаю, что вы многое тоже поймёте, себя узнаете. И самое большое плюс, что когда хотя бы вы понимаете, что вами управляют, вы уже можете тоже этим это брать под контроль. Когда мы говорим про тему страхов, потому что, смотрите, давайте так, давайте сейчас всё-таки вас, чтобы сразу вовлечь в эфир, чтобы вы тоже включились именно эмоционально тоже. Давайте так. Во-первых, что вы знаете ваши паттерны, вы знаете ваши сценарии. Что именно, по вашему мнению, какой у вас есть отработанный накатанный сценарий, который вы используете во время торговли. И вы понимаете, что он приводит к нарушению системы, соответственно, именно к вашим убыткам, то есть к увеличению убытков. Кто-то будет, как я сказала, двигать стопой-то и профит. Кто-то будет, ну, соответственно, это приводит тоже к пересиживанию. То есть чем больше вы хотите взять денег, тем больше это приводит к большим убыткам. Тем, что вы начинаете сами себе сомневаться, особенно когда только немножко пошло движение, пошла первая коррекция, и сразу, да, вот эта доля сомнений может у вас тоже подниматься. То есть тогда у вас начинается сразу движение, добавляется ваше. То есть вы понимаете, что вы в моменте спокойного состояния, в котором вы часто садитесь в торговый терминал уже, со своей домашкой, вот часто малейшие, да, какие-то моменты, они могут вас выбить тоже из равновесия. Но это тоже ещё зависит накануне, да, что с вами происходило. В каком вы эмоциональном состоянии сильно? А сколько вы уязвимы? А сколько вы тревожны? А сколько вы беспокойны сейчас? То есть есть у вас свои паттерны. Кто-то торопится зафиксировать прибыль, как только она начинает идти в вашу сторону. Вот прямо, ну, сейчас всё-таки включу ещё чат. Можете поделиться. Жадность идёт к нищете. Так, угу. Не испытываю жадность, когда жадничал, всегда в большой минус уходил. Это хорошо. Так, смотрите, а можете поделиться, как именно у вас есть в работе сценарии. Если кто не готов, можете просто фиксировать себе. И далее, конечно же, задумайтесь. Когда вы начинаете двигать стопы, когда вы начинаете пересиживать позиции? Задумайтесь, задайте просто сами себе вопрос, да, если такая у нас сейчас будет общая такая консультация групповая. Просто задайте себе вопрос, что большего я хочу этим получить? Вы знаете, что у вас есть торговая система. Вы знаете, что в трейдинге торговая система — это правила дорожного движения, которые нарушать нельзя, но вы их нарушаете. И сами потом от этого страдаете. Ну, я сейчас не говорю про синдром страдальцев, потому что для них важно пострадать и тоже найти в этом свою выгоду. Но важно понимать, почему вы нарушаете правила. Да, вы называете страхи, вы часто называете жадностью. Но что вами движет? Что вами движет на более глубинном уровне? Просто задумайте, задайте себе этот вопрос. Что большего я хочу этим получить? Сейчас у вас будет ответ. Больше денег. Зачем? Вот прочувствуйте. Важно, чтобы вы чётко осознавали каждое своё движение, каждый свой шаг. Потому что когда программы бессознательные включаются, я просто сейчас немножко вам раскрою, что вами движет на более глубинном уровне. Просто задайте с вопросом, чего я хочу получить большего от этого. Когда я говорю, вы придёте к тому, что да, я хочу больше прибыли. Что вам даст больше прибыли? Что вам в принципе вообще даёт трейдинг? Куда с помощью трейдинга вы хотите прийти? Либо к чему? И следующий вопрос, который я вам задам. Вам нужно на него тоже знать ответ. От чего вы хотите уйти? С помощью трейдинга. И с помощью денег. Потому что часто у многих есть трейдеры, к сожалению, у которых не сам трейдинг интересный, просто хочу денег и хочу быстро. Почему? Потому что есть куча финансовых дыр, которые нужно закрыть. То есть вам чётко важно осознавать, куда вы боитесь вернуться, к какому состоянию. Потому что часто вам нужны не сами деньги, вам часто нужно какое-то состояние. И что для вас значат деньги? Прямо перечислите себе, что для вас значат деньги. Кому-то — уверенность, спокойствие, безопасность. Уверенность в завтрашнем дне, уверенность в себе. То есть вот это состояние вам дают деньги. И вот за этим состоянием часто вы гонитесь, особенно когда позиция разворачивается против вас. Вот в какое состояние вы боитесь окунуться? В какое состояние вы боитесь снова прожить? Просто осознавайте это. Ну я говорю, что лучше не смотрите, что могут там стоять трейдеры и другие в чате. Важно вам анализировать самого себя. Вот для каждого из вас, вот я к каждому из вас индивидуально обращаюсь, прочувствуйте, какую эмоцию вы боитесь испытать, когда вы получаете убыток. Даже если убыток будет системный, но это убыток. Почему вы фиксируете прибыль хоть понемножку? Да, это будет мизер, но это что будет? Это будет зеленая отметка, да, не красная, минус на счету. Это будет зеленая, пусть даже это будет минимально. Вы понимаете, что вы не добрали ноги, вы не добираете как раз прибыль. Потому что даже когда вы видите потенциал, сделка пошла в вашу сторону, а еще если накануне у вас была серия убыточных сделок, и вы тогда что делаете? Вы фиксите небольшие, маленькие движения фиксируете. Почему? Потому что вам важно вернуть какое-то самоощущение из себя. То выровнять самоощущение, в которое вас уже погрузила серия убыточных сделок. Вот сейчас вам просто будет информация, скажем так, к размышлению, чтобы даже когда эфир закончится, вы могли просто сидеть спокойно, в тишине, пересмотреть записи и проанализировать себя, чтобы вы четко понимали, что вами движет на более глубоком уровне. Тогда, когда вы не можете, казалось бы, контролировать ситуацию. Потому что когда вас только выбивает из равновесия, тем, что вы увидели один сценарий, а ситуация на рынке развернулась совсем по-другому. Ибо когда у вас торговая система на одну фазу рынка была уже отработана, а рынок резко поменялся, и вас это выбивает, вы начинаете как за воздух хвататься. То есть вот там у вас уже туда включаются, знаете, как этот спасательный круг надо, хочешь за что-то зацепиться. Сейчас перейду на чат. Так, рука не поднимается, закрыть сделку, позицию с минусом. Почему? Боязнь признать ошибки. Пересиживаю минус. Вот я только, да, вот говорю про это, когда вы пересиживаете минус, вы пересиживаете не сам минус, вы пересиживаете какое-то состояние, к какому вы хотите прийти. К какому самоощущению себя я хочу прийти? Вам важно найти подтверждение того, что я молодец, что я понимаю, что я знаю. То есть для мужчин очень важное финансовое подтверждение. То есть мужчина через финансы, потому что мужчина реализуется через социум, женщина через отношения. И, конечно, мужчине социально значимое, социально состоятельность своя, финансовая, конечно же, в том числе, она непосредственно влияет на самооценку. Так, кто-то пишет, что жадность не преодолеть. Это шикарная установка, и она вам очень в кавычках поможет в трейдинге. То есть это ваша уже не просто позиция, то есть это уже, как я сказала, часто отработанная стратегия. Смотрите, ребят, вам вот эти вопросы, которые я вам задала, то есть это вам будет тоже информация к размышлениям. То информация, которую я вам тоже сейчас добавлю, чтобы вы тоже сейчас немножко могли до себя раскрыть. Чтобы вы понимали просто, что с вами происходит именно на психологическом уровне. Когда мы затрагиваем тему страхов, то, что, как я сказала, вы сами увидели, что за вашей жадностью часто кроются страхи. Вот это такой запакованный страх. Ну, вам проще сказать, что я просто жадный. Нет, часто вы не жадные. Вы можете быть очень щедрым. У вас просто есть много тревог, много страхов. И страхи какие? В основном страхи невротические. Если мы разделим страхи, то есть у нас они обычно разделяются на две категории. То есть это страхи реальные, то есть когда есть реальная угроза жизни. И страхи невротические, то есть надуманные невротические страхи, они часто основаны на опыте прошлого. Они основаны на вашем воспитании, на вашей системе родовой ценностей. И, конечно же, на близких травматиках в душе. Часто это страхи, как я сказала, невротические. Что касается реальных страхов, то есть у нас сейчас больше всех реальные страхи активизировались у трейдеров из Украины. И не только у трейдеров, а у всех людей из Украины. Так как я сама из Украины, вы знаете, кто за мной следит в Инстаграм, то есть вы знаете, что я сама из Харькова. Я знаю, что такое страх, реальный страх потерять жизнь. И поверьте, в такие моменты безопасность рушится капитально. Не только безопасность рушится, в принципе, всё. Всё, что ты создавал, всё твое прошлое, активизируются тревоги. И вот когда вот так работает именно реальный страх, и то, что вы ещё не можете за него, скажем так, вы не можете им управлять, потому что вы не можете изменить, исходя из своей личной позиции, что-то, для того, чтобы его не было. И вот, как я сказала, что трейдеры сейчас, кто из Украины, у них колоссально активизировались эти страхи, эти тревоги. Ну, сейчас почему я говорю трейдеры, потому что сейчас меня только трейдеры здесь смотрят. И, поверьте, вот такие страхи, они как раз у нас поднимают вот ту большую глубину наших тоже детских травматик, наших тревог, нарушатся зоны безопасности, когда прошлое, прошлого нет, а будущее ты не знаешь где, потому что ты, условно, невесомости зависаешь. Смотрите, ребят, что касается, в принципе, тревог, что касается невротических страхов, как я сказала, да, я повторюсь, то есть вот это вам элементарная наглядная разница между реальными страхами невротическими. То есть невротические страхи, мы часто боимся то, что никогда может не произойти. Какие у вас могут быть невротические страхи? Вот я вам проспаковываю вашу жадность, чтобы вы понимали, что вот в это все вы вкладываете, что с этим всем прячется. Вот такая, знаете, такой пантик, который прячет себе не очень вкусную конфету. Когда мы говорим про невротические страхи, как я сказала, это страхи часто. Какие у мужчин, кстати, у трейдеров, им так страшно потерпеть неудачу в трейдинге, потому что он кому-то дал слово. Я сто процентов, это моё, я тут смогу, а не получается. Он дал слово, к примеру, да, там, родителям, или там боится разочаровать папу, боится разочаровать маму, либо боится того, что я потерплю тут поражение, да, в трейдинге, у меня не получится, я столько лет сюда вбухаю, и деньги, и силы, и энергии, а не получится, и что? И снова придётся вернуться за помощью к отцу, потому что, к сожалению, трейдеры часто активизируются, и лишний раз услышать, что у тебя руки не оттуда растут. Так я и знала, что, да, ничего слухого от себя не выйдет. То есть часто вот такие страхи. Кто-то боится разочаровать супругу, потому что время вкладывает, энергию, деньги, а прибыли нет. Почему трейдинг не все понимают, не все поддерживают, потому что, да, это индустрия, которая требует вложений, инвестиций, эмоциональных, физических, финансовых, и, конечно же, время опыта. Очень важно также анализировать, не просто страхи. И часто говорят, я вам тоже задала перед этим вопрос, что значит для вас деньги. Обязательно себе прям пропишите, что значит для вас деньги, и что дают вам деньги. Потому что сейчас цель, что значит, вы будете перечислять это, свободу и всё остальное. А именно, что дают вам деньги. Как вы себя чувствуете, когда деньги приходят? Как вы себя чувствуете, когда вы тратите, либо их становится меньше на вашем банковском счету, или на депозитном счету? То есть просто проанализируйте вот ваши вот эти два состояния. Как вы себя чувствуете с деньгами, и как вы себя чувствуете без них. Многим из вас трейдинг даёт, вернее, не трейдинг, а деньги вам также дают спокойствие, уверенность и безопасность. Это у нас как раз говорится тоже про тревоги. Тоже вам на заметку, когда мы говорим про тревоги, тут тоже важно брать под анализ вообще вашу историю с отцом. И это касается девочек и мальчиков. Потому что если мы говорим про самооценку, самоощущение себя, то мы работаем с мамой. Про вашу реализацию, карьеру, деньги, устойчивость, спокойствие, безопасность, опору. Это мы говорим уже про отношения с папой. То есть вам тоже важно для себя понять, вообще, какая у вас была модель взаимодействия с отцом, что он вообще вам проецировал. Он вам помогал, верил в вас, либо критика. То есть, потому что часто, если вы в детстве недополучили в достаточной мере этой защиты, опоры и поддержки, то, конечно, уже потом будет очень сложно. Почему часто вы можете слышать про богатых людей, что богатые люди жадные? Я думаю, что каждый это слышал. Они не жадные. Как раз это у нас говорится про тревоги. Потому что, опять же, деньги дают этим людям состояние спокойствия, уверенности в завтрашние дни и состояние безопасности. И чем меньше денег становится на счету, тем больше появляется тревожность. И вот это вот тоже состояние можете тоже за собой словить. Когда один день минус, король день минус. То есть вы чувствуете свое состояние, когда испытываете цикл выточных позиций. И, как я сказала, конечно, особенно после серии выточных позиций у вас будет потребность уже не заработать. У вас будет потребность отыграться, вернуть свое, отбить хоть немного. То, что, как вы говорите, рынок у меня забрал. Не забрал, вы сами отдали. Поэтому, трейдеры, не перекладываем ответственность на рынок, потому что сделку открываете вы, домашку готовите вы, систему готовите вы, рынок вас не забирает. Вы сами отдаете это в рынок. Вот почему анализируете ваши страхи, анализируйте ваши эмоции, анализируйте, вот зачем вам трейдинг, зачем вам деньги. Вот обязательно, обязательно два параметра, на которые вы должны тоже знать ответ. Это к чему я иду, куда я иду и к чему. С помощью трейдинга и с помощью тех денег, которые я планирую, на нем зарабатывать. И откуда я хочу идти и куда я боюсь вернуться. То есть вы будете понимать вот эту вашу, знаете, такой рамки ваши, ваши рамки. То есть вы будете понимать, туда меня ведет, чтобы, ну часто у нас, знаете, там раковка сзади, толкает, не ведет, а толкает сзади проблемы. Поэтому тоже это анализируйте. Так, ребята, ну что, давайте я вам теперь еще проговорю все-таки важные моменты. Обязательно. Подрезюмирую и перейду сейчас на ваши вопросы, если буду я на них отвечу. То есть обязательно вам важно отследить сначала вообще ваш паттерн, то есть ваши действия. Как именно вы нарушаете правила? Как именно вы возвращаете деньги в рынок? То есть вы знаете, да, кто-то спешит закрыть позицию только, она начинает идти в вашу сторону, не добирая прибыль. Кто-то пересиживает, кто-то двигается. То есть у каждого из вас есть своя стратегия. Обязательно следите. Возможно, на фоне каких-то событий у вас случается это поведение, у вас случается эта эмоция. Но часто у трейдеров, если были накануне, были уже улыбки. И тогда будет потребность. Либо, кстати, это тоже может активизироваться, если есть какие-то финансовые проблемы семейного характера. Если в бизнесе что-то хочется побыстрее уже оттуда уйти либо решить. То есть это тоже будет у вас вот тем драйвером, вот тем спусковым крючком, который вас подтолкнёт нарушать свои же правила. То есть вы тогда идёте уже нерационально, так как вы садитесь именно за торговый терминал, а вы тогда уже идёте на эмоциях. Потому что, как я сказал, вот эта морковь позвонит, она вас будет толкать. Обязательно отстоять следите. Обязательно отследите то же, что вы вкладываете, как я сказала, страхи ваши. Обязательно пропишите, чего я боюсь на самом деле. Вот какого самоощущения я боюсь, какого самоощущения я не готов снова прожить. То есть что мне доставляет какую-то мою эмоциональную боль. Обязательно возьмите под анализ вообще ваше взаимодействие с близкими, кому вы там слово понадавали, что вы обязательно тут состоите, что обязательно, потому что это тоже ваши рамки, оно вас зажимает в рамки. И вам тогда надо быстрее и быстрее. И убыток получил, сейчас отыграюсь. Как я сказала, тогда у вас уже не на заработать, а будет отыграться. То есть вот это тоже важно. Как я сказала, вы просто распишите перед собой. Вот кто не поленится, кто сегодня готов всё-таки услышать то, что для него важно, потому что кто-то не готов будет, но дальше пойдёт делать то же самое. И там, кстати, вторичные выводы работают. Это тоже человеку выгодно пока быть в этих страданиях, в убытках. И как я сказала, у кого программа избавления от денег, то он не будет ничего менять, у него другая, более глубинная потребность. То есть ему надо спросить финансовый баланс. Поэтому, как я сказала, смотрите, я вам раскрываю и вам потом добавляю. То есть насколько разных, много граней у одной, казалось бы, проблемы. И эту проблему вы назвали жадность в рейтинге. Жадность просто, но у этой проблемы разные грани. И у каждого из вас разные истории. У каждого из вас разные предыстории. Почему я говорю, что всегда только индивидуально нужно оттачивать, раскрывать, что конкретно вот у этого трейдера у него срабатывает. Понимаете? А вы тогда, почему я говорю, что трейдинг это не про моделирование, это не то дело, не та индустрия, где нужно моделировать. Это та индустрия, где нужно как раз раскрывать себя, оттачивать себя, раскрывать свои сильные стороны, активизировать их. Но они часто вас заблокированы под вашими страхами, комплексами. потому что если у вас есть страх, к примеру, разочаровать кого-то, у вас есть зависимость от социума, у вас есть зависимость, а что скажут, а вдруг осудят, а вдруг покритикуют. То есть это у нас уже про комплексы, когда вы зависимы от социума, когда именно через реакцию социума вы воспринимаете, кто я. Нет, кто я, это идёт по самоощущению. Даже если вам скажут целая толпа, что с вами что-то не так, абсолютно это не пошатнёт вашу уверенность. Вы спокойно пойдёте и будете делать, заниматься своим делом дальше. Но часто вас выбивает из равновесия элементарно какая-то критика. У кого-то критика наставника, что-то не так было, да, кто работает с наставником. У кого-то выбит из равновесия реакция на ваши результаты, ваших мужа, жену, ваших друзей, близких. Вот это как раз говорит про то, что недостаточно внутренней стержни, недостаточно внутренней зрелости для того, чтобы спокойно выдерживать, скажем так, разные препятствия и просто идти за своей целью. Поэтому вот на это тоже обращайте внимание. Пересмотрите ещё раз записи этот эфир, выпишите те вопросы. Я думаю, что кто готов сегодня услышать, тот меня услышит. Кто не готов, ну, когда-то придёт время. Ну, до этого ещё может быть больше убытков.